В мире, где нас повсюду окружают технологии, бывает полезно отдохнуть от этого и культурно наполнится. Если я вам скажу, что это можно сделать вполне нестандартно, сегодня мы отправляемся в литературный музей Янки Купалы. Представьте себе на квест. Янки Купалы. У нас есть здесь в музее вельми текавая дожка для детей, а эти для дорослых. Тут у нас зашифрованы дворы Янки Купалы. Некоторые здесь вы ведаете, некоторые доведались подчас экскурсии. Давайте с вами попробуем некольки разгадать. Ну это мужик. Да. А кто там и де? Да. Паулинка? Да. Перед квестом проводят небольшую экскурсию. Так что, используя логику, память и внимательность, можно с легкостью пройти его. А если у вас возникают сложности, то рядом с заданиями есть подсказки. Правда, если не слушать экскурсовода, сильно это не помогает. Квест на самом деле сложный. Вроде ты слушал экскурсию и примерно понимаешь, помнишь со школьных времен, но ручки так и тянутся. В музее 8 залов. Основные этапы жизни и творчества белорусского писателя. Рукописи Янки Купалы соседствуют с интерактивными досками. Инсталляция смерти Янки Купалы. Еще со школьного времени мы знаем, что он достаточно трагически погиб на лестнице гостиницы «Москва». Вот только посмотрите, здесь даже часы показывают время. В 22 часа 30 минут упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии Луцевич Иван Доминикович. Кстати, экскурсии проводятся тоже в разном формате. Тематическое, обзорное и лекционные занятия. Все говорят, что Янка Купала был модником. Он всегда изысканно одевался. И трость тому было подтверждение. А мне хочется назвать его настоящим таким Дэнди. И молодой Янка Купала девичье сердце неспокойно. И как перед таким мужчиной можно устоять? Если вы хотите подробнее узнать о белорусском писателе, пройти необычный квест, то запоминайте, что нужна предварительная запись в музей. Добавить немного азарта, авантюризма. Это последнее, что думаешь, возможно, когда приходишь в музей. Еще и литературный. Честно, квест сложный. На многие вопросы было очень затруднительно ответить, но интересно. Поэтому приходите, узнавайте новое. И пишите в комментариях, какие ответы у вас получились. Сравним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!